Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем из Иерусалима изучать Тору, как говорил царь Давид, потому что из Циона выйдет Тора, удвара Шем Мерушлаем, и Слово Бога выйдет из Иерусалима. Поэтому, конечно, все сбывается. Знаете, когда я читаю эту книгу, чтобы ты остался в реме, Рависка Казильбера, и его спрашивают, вот, что ты думал, когда был в тюрьме, и все. Он говорит, да я каждый день надеялся, что я буду встречать Машех. И мне даже снилось, говорит, как я иду по улицам Иерусалима и пою песню. И потом, говорит, когда... Это был 50-й год, 53-й год, если его три года, 53-й год Советский Союз. Но какой Иерусалим? Только был 48-й год основания государства Израиль, и очень-очень это все было сложно. А он верил, и верил, и в итоге он говорит, я приехал в Иерусалим в 71-м или 72-м году, и шел по улицам Иерусалима и пел ту песню, которую пел когда-то во сне в 50-х годах. Представляете? Поэтому самое главное вообще, что есть у человека, и вот двигатель, да, по жизни, это вера. И бывает, что вера это двигатель, а бывает, что вера это тормоз. То есть, если человек верит, что он тормоз, тогда у него вера это тормоз. Если у человека вера, он верит, что он может, что он развивается, что он будет жить в Иерусалиме, что... и так далее, то эта вера для него двигатель. То есть, вера может быть как двигателем, так и тормозом. Хорошо. А мы продолжаем изучать, изучать законы Торы. Вначале про... про речь. Береди свою речь, говорит Намрав Зелек Плистин. Хафецка им говорит, кто... Кто человек, который жаждет жизни? Это царь Давид говорил. Кто хочет, все не видит только добро. Останови язык свой от зла. И уста... Медабер мирма. Уста от обмана. Сур мира. Отодвинься от зла. Ваосе то, выделай добро. Уэв шалом. Люби мир. Вратвеу. И гони за миром. Все. Вот рецепт счастливой жизни. Ничего не добавишь, не убавишь. Счастливая жизнь это когда человек видит только добро. Когда он говорит только добрые слова. И останавливает свой язык от обмана. И удаляется от зла. И делает добро. Все. Вот это жизнь. И ты тогда живешь полностью весь в добре. А есть люди, которые... Он находится, например, в самом хорошем... Вот в самой хорошей ситуации. И он найдет, чему злиться. Такой был Аман. Аман, например, Медилад Астер. Он говорит, вот у него все было хорошо. А он говорит, мне вот все это не в радость. Там вот эти слова. Способ мышления Амана, злодея. Мне, говорит, все не в радость, что у меня есть. Пока мести, вот Мордыхай, он мне не поклонится. Да? Как говорили мудрецы в Перте. А вот есть такая мишна, что... Кина это зависть. Зависть. Когда человек завидует тому, что есть у другого, у него нет. Зависть. Таова. Вожделение. Когда человек хочет... Даже у него это есть, но вожделение... Вот обычно речь идет о вожделениях к еде, вожделениях с половым отношением и так далее. То вот эти вот вожделения, когда человек... Наверите, есть такое слово красивое. Баль атаава. Он... Баль тавник. То есть... Ну вот он, знаете, если такие люди, вот они вожделения, они обжоры такие, пьяницы там, развратники и так далее. Так вот, зависть, вожделение и кого-то. Кого-то это почет. Муцим это адам и наулам. Они человека выводят из мира. Они человека сжигают, выводят его из мира. Значит, как это работает? Ну, с завистью понятно. Человек сидит и думает, вот почему у него и у всех есть. Знаете, мне нравится, когда говорят такие слова. Вот почему у всех есть, а у меня нет. Понятное дело, что не у всех есть. У кого-то есть, у кого-то нет. У кому-то лучше, кому-то хуже. Но зависть это такая штука, когда человек, вот он говорит, у кого-то есть, у меня нету. И он так от этого злится, что ему очень плохо. Что это... Ну, понятно, ему плохо. Зависть, в Мишле мы учили, она разъедает тело. Она просто разъедает, съедает человека. Гниет, у него начинает кости гнить. Так говорил царь Соломон. Теперь второе, что таова, вожделение. Вожделение, ну, понятное дело, что тот, кто обжирается, он потом страдает. И чем больше он ест, тем больше ему хочется. То есть человек привыкает к разным вожделениям. И он не насыщается. Ему хочется все больше, больше, больше. Это ученые сейчас, ученые психологи, нейро, ну, которые нейро, там, психологи, нейрофизиологи и так далее, доказали, что есть рецепторы, которые потребляют вот этот дофамин, там, гормоны удовольствия. И когда ты постоянно получаешь одну и ту же дозу, то этот сигнал притупляется. И тебе надо больше, больше, больше. Теперь, кого-то, почему кого-то почет человека сжигает из этого мира? Вот здесь как раз мы сейчас перейдем на законы злоязычия. И чуть нам больше будет понятна суть, как работает злоязычие. Значит, вот сидит человек, да? Сидит человек какой-нибудь, там, Реувен его зовут, Реувен. И он говорит, вот я Реувен, да, я Реувен, я Реувен, меня зовут так, или Реувен. Ему говорят, ему говорят Шиман, он говорит, я не Шиман, я Реувен, вы должны меня, как это, вы что, не знаете, как меня зовут? Ему говорят, да, да, извините, Реувен. Потом ему опять Шиман, он говорит, да, я не Шиман, я Реувен, меня Реувен зовут, вы запомните, меня зовут Реувен. Ну ладно, он чуть-чуть так нервничает, что как это так, его не запомнили как зовут. Потом он идет к какому-то, и он уходит, и он злится. Как его эго затронули, почет. Меня Реувеном, меня Шимоном этот называл человек. Что это вообще за человек такой? И он встречает другого, и начинает на него говорить Лошонара. Говорит, ты знаешь, вот этот дурак просто, у него памяти нету, все. Зачем он это рассказывает? Он рассказывает это, потому что ему обидно. Ему обидно, его почет затронули. У каждого человека есть вот этот вот внутренний почет, как бы это его как инстинкт самосохранения. То, как ко мне относится, насколько меня уважают, это как будто бы, ну вот для человека это как его жизнь. И поэтому нам, мудрецы нам сказали, что ей квотха верха, хави вилэха кешелха. То есть, чтобы ты ни в коем случае не затрадивал почет своего ближнего, да, его не ранил его, да, своим неуважением. Это нам прямо Тора говорит обязательно. Помни об этом, что люди очень ранимые, не рань других людей. Но при этом Тора нам самим говорит, не будь ранимым, не будь таким прямо неженкой, да. То есть, будь сам по себе, будь анаф. Анаф это скромный. То есть, какая тебе разница, назвали тебя Рювеном или Шимоном. Ты что, из-за этого еще расстраиваться будешь? Это иллюзия, все и условность. То есть, насколько Тора нам, видите, вот такой вот подход очень дифференцированный, очень различающийся. Когда тебя кто-то обидел, Тора нам говорит, не обижайся, не мсти, не будь злопамятным, не копи это, не держи это, не относись к этому серьезно. Потому что стремление к почету человека убивает, оно выжимает его из этого мира. Зачем тебе выжиматься из этого мира? Зачем тебе страдать? Тора говорит, лично ты не парься насчет своего кого-то, но парься насчет кого-то окружающих. Потому что они-то, может быть, и не учат Тору. И получается, что ты, когда их ранишь, ты как будто бы им делаешь, как сказать, ты им делаешь больно. Но они-то потом, то есть, все же возвращаются, им-то реально больно. То есть, ты можешь, и тут вот, видите, вот очень важно держать эту грань. То есть, ты можешь стать человеком скромным и не обращать внимания, когда кто-то тебя там не замечает, что-то тебе дали, не дали. Ты такой вообще, ну, то есть, автономный. Не дали, не дали. Значит, Всевышний так хочет. Значит, Всевышний мне что-то лучше приготовил. Чего буду из-за этого злиться, быть злопамятным? Но ты сам не можешь тогда к другим так начать относиться. Потому что получается, что человек, который сам становится такой скромный, он, начиная от других тоже, там, назвал не тем именем. Он говорит, мне обидно. Он говорит, а что тебе обидно вообще? Расслабься. Какая тебе разница, ты там Рувен или Шимон? Все, забудь. Вообще, кто такой Рувен? Нету Рувена, нету Шимона. Значит, вообще, это самое, человек куда идет? В Модилу. Значит, умрешь скоро. Что ты еще будешь из-за имени обижаться? Так нельзя поступать. Так ни в коем случае нельзя поступать. Поэтому мы изучаем законы злоязычия, чтобы, не дай Бог, никого не обидеть, не услышать ни от кого. Но при этом сам человек, он должен уметь быть защищен от того, что на него кто-то делает ему плохо. Да, чтобы был РФ Ашлума всем близким, Нон Абатамар, всем близким, которые у нас сейчас учат Тору, чтобы сила, духовная сила перешла к близким выздоравливающим, чтобы они все повоздоравливали. Все. В итоге шархуле Исраиле среди всех больных народа Израиля. Дальше. Все. Мы переходим изучение. Значит, мы находимся сейчас в законном. РФ Ашлума Плистин рассказал такую вещь. Не злословьте о невежде. Значит, невежда это такой человек, который не учился. В еврейском мире, особенно в еврейском религиозном мире, вообще во всем еврейском мире очень ценится знание. Вот говорят, евреи, народ книги, и с детства там в нерелигиозном мире все время сделали там религия и математику. Да учи математику, учи математику. Типа математика тебе решит все вопросы в жизни. Вообще математика не решит все вопросы в жизни, просто голову надо чем-то занимать. И лучше учить математику, чем читать новости со злоязычием, со сплетнями, или смотреть сериалы, или фильмы. Понятное дело, что математику учить лучше. Теперь, но евреи-евреи настоящие, которые евреи, они ценят больше всего знание Торы. Потому что, когда ты знаешь Тору, то тебе, тогда тебе уже не важно, математика или не математика, ты знаешь, как мир работает. У тебя с хозяином мира связь, и ты проходишь жизненный путь, зарабатывая себе духовные баллы, которые самые ценные в этом мире, и которые можно потом конвертировать на счастье в любой сфере. В семье, в бизнесе и так далее. То есть, Тора, она конвертируется в счастье, скажем так. Теперь дальше. Значит, если человек невежа, то тогда, если он не учит Тору, то в религиозном мире, конечно, такой человек называется, ну, амарец, да, народ земли. То есть, он как бы такой амарец, не, ну, как это так, вообще он не учит Тору. Это в религиозном мире. И когда, например, вот я вам скажу так, что нерелигиозные люди в Израиле, они называют себя светскими. Мы типа светские, такое смешное слово, светские. Религиозные называют их хилонимные. Хилонимные это будничные такие, холито, как песок. Ну, то есть, земляные такие. А они себя называют мысветские. А религиозных они называют ультраортодоксы. И для них эти ультраортодоксы просто какие-то дикие люди, которые вообще выглядят очень странно, потому что они не хотят ходить по магазинам и одевать рваные джинсы на себя, когда это модно. Они одеваются просто в черные брюти там и пиджати, как, ну, вот эти они дикие, да, эти ультраортодоксы. Но ультраортодоксы, они, когда смотрят на человека, который не знает Шмай-Сраэль, который не понимает вот в законах злоязычия, они тоже смотрят и говорят, какие дети люди вообще. Какой кошмар, как они себя ведут, как они... То есть, нерелигиозные говорят про религиозных, что они дети, а религиозные говорят, что нерелигиозные дети. А получается, что говорит нам Тора, что нельзя, про них тоже говорит Лошонара. Даже такого необразованного закон защищает от обид, полученных в результате злоязычия. Например, Семен потешается над Рони. Их общий друг Лебария упрекает его в злословии и говорит, зачем ты говоришь, Лошонара, про Рони? А тот ему говорит, а что ты волнуешься? Наш Рони такой невежда, что не в состоянии понять простейших комментариев в Раши на пятикнижие. Возможно, Семен и прав, что он не может понять комментарии. Но злословия на Роне нельзя говорить. Все. Понятно, да? То есть, пускай человек, он не знающий ничего, но нельзя про него над ним насмехаться. То есть, в принципе, Тора нас обучает очень с большим, с большим уважением относиться к почету ближнего, не затрадивать его. И здесь есть еще раз, смотрите, когда мы выполняем такие законы, то вот человеку нельзя воровать, да? И он смотрит, я могу украсть. Когда он крадет, что он делает? Он забирает у другого. То есть, он делает зло другому. Но еще больше зло он делает себе. Потому что, когда он украл, то то, что он украл, да, оно ему впрок не пойдет. Это яд. Это для него яд, который может потом отравить его жизнь, посадить его в тюрьму. Убить его, да? Потому что, если он украл у человека, который, ну там, бандит какой-нибудь, да, так этот бандит потом его может убить в ответ. Понятно? То есть, кража, а если он украл у какой-нибудь там сироты или вдовы, и эта сирота и вдова потом будет плакать и говорить всевышний, я тебя прошу, у меня были последние деньги, не дай бог, накажи этого человека. Все. То есть, когда человек делает кому-то зло, он делает зло двоим. И ему, и себе. Поэтому хотя бы из эгоизма, из самосохранения нельзя никому делать зло. Вот так вот. Понятно, да? Как есть такая достаточно смешная история, как было два очень больших жертвователя, около ста лет назад было два очень богатых еврея, которые в Иерусалиме строили дома для бедных, для бездомных, строили там целые дома, очень много жертвовали. И они как-то встретились, и один другому говорит, вы знаете там, Рэп Шиман, вот вы построили дома для бездомных, и я построил дома для бездомных, но у меня на небе награда намного выше, чем у вас, говорит, это я вам точно говорю. Тот ему говорит, а что вы уверены, что намного выше? Я больше домов построил, я больше бедным помогаю. А тот ему говорит, а потому что вы, очень добрый человек, говорит Рэп Шиман, вы когда помогаете, вы радуетесь, вам приятно людям помогать. А я, когда кому-то помогаю, я, говорит, как будто палец себе отрезаю, мне, говорит, так жалко денег, мне так, говорит, я так страдаю, что Всевышний видит мои страдания, и я уверен, что у меня награда выше, потому что чем больше страдания при выполнении заповеди, тем больше награда. И действительно, что иногда человек может не делать какие-то преступления, не потому что он любит людей, не потому что он по сути добрый, а потому что он реально для себя сделал выбор. Я выбираю служить Всевышнему, я буду делать все, что мне Бог скажет. Возможно, потом, делая добрые дела, он тоже станет добрым. Возможно, что его, даже скорее всего, что его натура, его суть изменится. Но самая, самая такая важная вещь, это научиться преодолевать свое злое начало и свое животное начало на служении своей же душе, на служении Всевышнему. То есть идет, когда ты понимаешь, что твоя высшая часть, твое доброе начало, твоя душа, она может развиваться, только выполняя заповеди, ты тогда берешь и борешься с собой же, со своей злой частью. И в этой борьбе, если ты побеждаешь, то, конечно, награда велика. Понятно. Теперь дальше. Заповедь повелевающая, мы переходим теперь к повелевающим заповедям. И Всевышний нам дал очень приятные заповеди. Например, заповедь повелевающая отдыхать от работы в седьмой день Песох. Как мы знаем, мы сейчас находимся в Песох, 3333 год от исхода из Египта. Как мы знаем, что каждый год обязательно 14-го Ниссана нужно собраться и кушать мацу, выпивать 4 стакана вина и рассказывать о том, как был исход из Египта. Потом 7 дней, после этого называются полупраздничные дни. Нужно просто ходить в праздничной одежде. Работать можно, но только ту работу, которая, ну, невозможно ее не делать. То есть нужно стараться себе сделать неделю каникул и неделю отдыхать, праздновать, ходить в гости, выпивать каждый день там по стаканчику вина, съедать по листу мацы и 7 дней, но можно ездить, гулять и так далее. Теперь в седьмой день Бог сказал в седьмой день тоже сделать как шаббат, только можно готовить еду. Он говорит, седьмой день опять посвятите тому, чтобы отключитесь максимально от забот этого мира. Работа, обычная работа это тоже забота этого мира. И посвятите этот день полностью духовной работе, служению Богу. Что делают на седьмой день Песоха? Это единственный праздник на моей памяти, на который не написано, что надо делать. То есть всегда есть в Песох кушай мацу, рассказывай происход из Египта. В сукот сиди в суте и тряси там лулавы, трог, четыре вида растений. В шавот есть, в шавот есть там, например, ну есть симоним специальный, специальный порядок трапезы, как там, что нужно делать. И в шавот трубят шафар. Седьмой день Песоха не сказал Всевышний, что делать. Мы просто должны собираться и праздновать, еще раз сделать как завершение вот этого вот цикла семь дней исход из Египта. И на седьмой день было раступление моря. Некоторые в этот день как бы представляют, что они проходят сквозь море. Как было исход из Египта на седьмой день, как раз они подошли к морю и раступилось море. И в этот день ходят, так поют песни, все как будто бы идут сквозь море. Хорошо. Значит, понятный, прекрасный праздник. И еще раз напомню, что когда Всевышний вот эти дни, которые он установил как праздники, это повелевающая заповедь кушать в седьмой день Песоха отдыхать, то отработает, то мы создаем условия, при которых это как в кинотеатре, чтобы увидеть фильм, надо выключить свет. То есть, если ты не выключишь свет, будет светло, и окна открыты, и шум, и идет еще свет на экран, чтобы увидеть фильм, ты не увидишь фильм. У тебя будет все смазано, то есть, не будет никакого впечатления. Но если ты выключишь свет, закроешь окна, создашь полную темноту, и настроишься на этот фильм, то тогда ты можешь не просто увидеть фильм так по верхам, ты можешь вникнуть, понять, прочувствовать и так далее. Вот то же самое, то же самое праздники, когда ты отключаешься, или шаббат, шаббат тот же самый эффект, когда ты отключаешься от привычной рутины, от мыслей постоянных о заработке, о каких-то делах и так далее, то ты в этот момент оп, переносишься в новую реальность. И коротенький рассказ сегодня о том, вот мы сейчас живем, иногда расстраиваемся, иногда думаем, да, тяжело, конечно, мне заповеди соблюдать, вот, как же я седьмой день Песоха буду отдыхать-то, как же я, что, на море не поеду, там, или в Израиле, они, знаете, в шаббат, я же на море должен ехать, ну, так поедь в пятницу, а в пятницу я не могу, а работать должен, так что тебе важнее, работать должен, или в шаббате важнее работать на Всевышнего. Хочешь работать в пятницу, а в субботу ездить на море, тогда считаешь, что жизнь не удалась, жизнь не удалась. Теперь давайте посмотрим, как работает, как раньше было. Равецк Акзильбер рассказывает о своей жизни, он 17-го года рождения, сын Равина, его папа был сын Равина, сын Равина, сын Равина, до царя Давида, одна из самых великих семей в народе Израиля. «Значит, в конце 20-х годов нас из квартиры выселили», говорит он. «Значит, конец 20-х годов, ему около 10 лет, папа был Равин, и потому стал лишенцем, его лишили права голоса и всех остальных прав. Детей лишенцев не принимали в вузы и на работу. Помню, значит, все, лишенец. Отца моего Равина, как лишенца, отправили на принудительные работы, далеко за город, и он каждый день проделал пешком путь, многочасовой путь туда-обратно, работал в поле. Другой работы ему, бывшему Равину, не полагалось. Иди работай в поле, ты же Равин, все, до свидания». Значит, но по субботам отец оставался дома. Как ему не грозили, как на него не кричали, все. Он говорит, в субботу хоть убивайте меня, на работу не пойду. Все, и он не ходил на работу. Следовало ожидать серьезных неприятностей. Однако потом отца все-таки освободили от этих работ по состоянию здоровья. Понятное дело, они молились, они старались, они писали, они просили, и по состоянию здоровья его освободили. А со временем, благодаря хлопотам его сестры Леи, которая жила в Москве, то совсем отменили этот статус лишенца. Поэтому Равыцкак, а потом он сумел поступить в университет в Казани, как раз на факультет физика и математика. Значит, когда нас вытянули из квартиры, мы сняли комнату участника. У него был маленький дом и дворик. Он был очень порядочный, я сейчас прям читаю языком Равзильбера, он был очень порядочный, верующий русский человек, христианин. Жили мы трудно, но были рады крыше над головой. Помню однажды, когда денег не было даже на хлеб, мама хотела пойти занять 3 рубля. Отец подумал и говорит, в Беркат Амазон, это заповедь историю благословения после еды. Мы постоянно просим, там есть такие слова, сделай так, мы к Богу обращаемся, сделай так, чтобы мы не нуждались ни в подарке от смертного, ни в одолжениях его. Значит, мы просим Всевышнего, чтобы мы не нуждались в подарках и в одолжениях. И он маме говорит, поищи что-нибудь дома, может найдешь, чтобы денег не занимать. Мама поискала, нашла полстакана мути, еще что-то, набрала щепок, испекла пару лепешек, и мы мирно и счастливо прожили 3 дня, ни у кого не одалживая. Квартира у нас по тем временам была большая, 2,5 комнаты. Так, секундочку, секундочку. Извиняюсь. Это у меня тут есть, есть тут у меня кот, который заходит в квартиру, у него игра такая, он заходит за диван и потом пытается на кухню. Вот есть смелый кот, вот есть коты разные, а этот кот смелый. Смелый и хитрый, он заходит спокойно, да. Представляете? Все, потом могу вам показать даже этого кота, посмотрите, вот он сидит. Я закрыл вакон. Ну вот, не стыдно тебе, кот? Все, коту не стыдно, он это проделывает часто. Хорошо, теперь, значит, давайте, я дочитаю, тут осталось 2 строчки буквально. Вот эту вот комнатку они снимали, 2,5 комнаты, и очень важная вещь, квартира у нас по тем временам была большая, 2,5 комнаты. Помню, каждый день мама возносила рутик к небу и говорила, Боже, благодарю Тебя за то, что мы под крышей. Каждый день она радовалась тому, что у них есть крыша над головой. Представляете? То есть, человек, он выбирает свое отношение, он выбирает свое отношение, как ему относиться, как относиться, то есть, у них было, вы же видите, ну, тяжелее жизни, сложно себе представить, но мама каждый день поднимала руки и говорила, Господи, спасибо, что у нас есть крыша над головой. Но радость наша была недолгой, где-то в 29-м году мы благоустроились, а в 30-м, спустя неделю после моей бармитвы, нас снова вытянули на улицу. Но я вам скажу так, что более счастливого человека, чем Равзильбер, я никогда в жизни не встречал, поэтому я вот такой, можно сказать, верующий за него, что я увидел человека, который реально был полностью прикреплен ко Всевышнему, и он был такой настоящий, честный и счастливый, что, ну, я понял, что другой способ жизни, он иллюзия. То есть, только человек, который прикреплен ко Всевышнему, в любой ситуации, как бы жизнь не поворачивалась, ему есть на что опереться, и Всевышний будет ему опорой. Поэтому я всем нам желаю, чтобы мы именно установили свою личную связь со Всевышним, чтобы Всевышний был для нас опорой. И все. Удачи, успеха, всего хорошего, всем хорошего дня, здоровья, благополучия, богатства и, главное, радости. И всем выздоравливающим, рифуат шлема, нонабад тамар, и всем остальным выздоравливающим, чтобы было полное рифуат шлема, рифуат анефеш, верифуат агув, чтобы у них была и душа, и тело, чтобы были излечены. Все. Удачи, успехов. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok